Музыка Наверное, у каждого человека борода и усы ассоциируются в первую очередь с мужественностью. В нашей стране в стародавние времена борода и усы были признаком религиозности, а сегодня, в 21 веке, мода на мужские бороды и усы обрела новую жизнь. Главным табу практически для всех представителей сильного пола является длинная неухоженная борода, ведь основное правило любого мужчины гласит – решил отрастить бороду, ухаживая за ней как положено. Тем более, что аксессуаров для любителей бороды сегодня придумано более чем достаточно. Еще несколько лет назад бороды были обязательным атрибутом разве что геологов и любителей авторской песни, а сегодня это тренд, который просто нельзя не заметить. В последние годы едва ли не все российские модники обзавелись растительностью на лице. Бородам даже песни посвящают. У бороды есть целая история. В 1698 году царь Петр I подписал указ, в котором велел брить бороды. А с тех, кто не желал брать пошлину, цена бороды несколько раз пересматривалась, но всегда была высока. Например, в 1705 году столичный горожанин должен был заплатить за право на бороду годовую зарплату пешего воина. Дешево борода давалось только крестьянам. По копейке с бороды на въезде и выезде из города. Екатерина II отменила пошлину только 74 года спустя – 6 апреля 1772 года. Этот день принято считать в России Днем бородача. Сегодня в честь самого бородатого праздника в нашей стране проходят чемпионаты среди ценителей культурной растительности на лице, благодаря которым мы с вами можем наблюдать за эволюцией модных бород и усов. Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». Сегодня у нас в гостях Илья Ерхов, организатор чемпионата бород и усов. Здравствуйте! Добрый день! Рад видеть такого бородатого человека на студии. Не каждый день такие приходят. Очень приятно, что бородатые люди вызывают у вас такую радость. Последний раз у нас был Вассерман, поэтому... Вот. И даже я бы обрадовался, если бы я встретил Вассерман, скажем. Илья, о чемпионате. Расскажите, пожалуйста, подробнее, откуда такая идея пришла к вам в голову. Мы задумали эту историю замечательную в прошлом году. То есть это был 15-й год у нас. Придумала ее тогда единственная цирюльня в нашем городе «Борода и хвост». То есть люди, которые профессионально занимались... Собственно, первые начали в Рязани заниматься культурой, помимо стрижки волос, а стрижки бороды и усов у мужчин. И они пришли в Bar Old Fashion, и совместно мы решили организовать подобное мероприятие. Потому что нам показалось оно своевременным, интересным и, скажем, актуальным на тот момент. И поскольку резонанс был довольно велик, и это вызвало большой интерес как у участников, так и у медиа, и, в общем-то, у людей просто, которые приходили поддержать и посмотреть на это чудо чудное, мы решили сделать это ежегодно, поскольку, на мой взгляд, актуальности это событие не теряет. Просто бороды у нас традиционно на наших территориях северных носили всегда. Но, скажем, культура бороды начала внедряться только недавно, и стало можно, на мой взгляд, эстетично это показывать. И поэтому мы к этому подошли. Я так бороду ношу лет, наверное, 15 уже. Когда борода еще не была культурой? Да, когда это еще не было, борода еще не была мейнстрима. Вы где-то видели уже подобное? Может быть, в столице, может, в северной столице? Мы, скажем, увидели это потом, когда начали организовывать и начали искать видео тематически для того, чтобы в социальных сетях чем-то заполнить, скажем, пространство. И тогда мы поискали, обнаружили, что да, там проводились и в Москве, и проводятся, я думаю, до сих пор активно. И в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге я видел. Потом уже, кстати, телерепортаж об этом. Но там это, как правило, не некое единое движение, как у нас в Рязани, не общерязанское, а проводится какими-то определенными, скажем, людьми, которые предоставляют вот эти вот услуги. Там барбершопами, цирюльнями. А вот такого масштабного, как у нас, ну, мне кажется, это возможно только в небольших городах. Вот, и поэтому мы решили взять вот именно вот такой вот вариант на вооружение. Это нам показалось интересно. Сколько в том году участников было? Я работал уже с заявками, которые прошли отсев, что-то прям 10, наверное, 12 человек прям точно было. Вот, там не все мне просто как-то запомнились чем-то таким из ряда вон выходящим. Сколько я бородатого мужчин в зеркале вижу регулярно по утрам. Но вот 10-12 ребят было точно, потому что, я говорю, я по времени очень хорошо помню, сколько я вел это все и как это все происходило. А в этом году заявок? В этом году не меньше заявок на данный момент. Но тут я уже работаю с самого начала. И я думаю, что остановимся мы на том же количестве участников уже очного этапа. Но заявки идут постоянно. То есть, их на первый или второй день было уже около 10, я рассматривал. А сейчас я уже не смотрел день, я думаю, что прибавилось их из ряда. Каковы критерии отбора? Ну, все-таки борода, которую, скажем, можно выставлять на чемпионат бороды, должна чем-то отличаться от некого стандарта, да, общепринятого, то есть, который мы можем встретить на улице. Это может быть, скажем, и там некая легкая небритость, но она должна быть эстетичной и вызывать интерес. Это не интерес, поскольку оценивать ее будут в том числе и профессионалы, барберы, которые работают с этим, и которые понимают толк вообще в этом в принципе. Вот. Это должно быть интересно. Человек должен быть интересный. Поэтому в заявках мы просим указывать некую информацию о себе, кем человек работает, чем он вообще занимается в жизни. И на стыке вот этого вот эстетики и информации мы выбираем людей для очного этапа. Как вообще проходит само соревнование, этот чемпионат, он как вообще проходит, как он выглядит? Это, скажем, некий комплекс мероприятий, собственно, центральным из которых является дефиле бородачей и усачей в образе, который они выбрали для этого мероприятия. Некоторые готовятся заранее. В этом году мы сотрудничаем с двумя барбершопами, которые поставят у нас в Олдфешне свои кресла прямо на месте и смогут что-то, может быть, подкорректировать. Вот. И плюс это, ну, люди рассказывают о себе. Жюри в этот момент оценивают в целом общий образ, который достигли наши участники. И смотрят, кто из них интересен, кто из них красив, у кого из них действительно борода, которые заслужили усы, которые заслуживают внимания. И плюс обязательно количество неких веселых и забавных конкурсов как для самих участников, так и для их групп поддержки, потому что люди, которые поддерживают тебя в нелегком деле ношения бороды, это тоже очень важные для тебя люди, как правило. Усы Дали котируются? Да, у нас, не хотелось бы раскрывать, но у нас будет один, вот как раз в номинации усы, заявлен один человек, мой очень хороший давний приятель, вот, у которого, да, который очень любит подкрученные усы, то есть у него прям именно эстетика вот такая вот во внешнем, причем в повседневности он их так носит, скажем, прям, такой франт, вот то, что называется. Но у него, наверное, подходящее костное строение лица. Да, у него действительно все это очень идет, и у него шансы, скажем, вот в номинации усы более чем неплохие. Ну, как-то расширяться планируете в следующем году? Можно ли назвать уже мероприятие традиционным и вот о расширении? В информационном поле и в поле, скажем, сотрудничества с профессионалами мы уже расширились, поскольку за год появились еще барбершопы. Барбершоп Чоп-Чоп и барбершоп Вудман, с которым мы сотрудничаем в этом году, их же не было в прошлом году, когда мы, собственно, собирали профессионалов для оценки и для оформления там участников ворот. И поэтому все становится шире, и, возможно, да, в следующем году мы, там, скажем, выйдем за рамки помещения, вот если это будет когда-то летом, чтобы показать, попробовать людям, что творится вокруг них где-то в более общественном месте. Ну, то есть мыслей очень много на это. Можно ли сделать из бороды прическу? Да, безусловно. Существует огромное количество, вот вы, как прекрасная дама, очень хорошо знаете, что те же средства, которые, ну, которые для ухода для волос, и для фиксации волос, и для придания волосам объема. И есть огромное количество на данный момент линий соответствующей косметики именно для бороды и усов, то есть это и какие-то кремы, и шампуни, и специальные средства для жесткой фиксации. Вот у нас был участник в прошлом году, у которого была очень замысловатая прическа, сделанная из бороды, то есть там все было достаточно сложно, вот, практически это как показ причесок был. И он занял второе место, вот, ну, то есть там он очень хорошо смотрелся и интересно. И несколько таких было людей. То есть, да, это развивается, и это очень много сейчас. Илья, ну, это здорово, очень любопытно, действительно хочется на это посмотреть, увидеть своими глазами. Я думаю, что вот ваша камера, вы сейчас можете пригласить рязанцев. Когда, где, куда, во сколько? Уважаемые рязанцы, ждем всех вас 7 апреля в 19.00 в баре Old Fashion на рязанском втором чемпионате бород и усов. Спасибо, Илья, большое, что пришли к нам в гости. Вам спасибо, было очень интересно. Вот мне было еще интересней. Спасибо еще раз. Это была программа подробностей. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»